Украине нужна победа. Победить ЛДНР не получается. Победить Россию тоже. Победить коррупцию даже и не пытаются. Но победы все равно нужны, ведь если их нет, то зритель украинского ТВ может на пару секунд отвлечься от телевизора, посмотреть вокруг и прийти к выводу, что революция достоинства как-то не оправдала ожиданий. Украинцам обещали превращение страны в европейскую державу, а кое-кто даже замахивался на статус второй Франции. И вот этим обещаниям нужно хоть как-то соответствовать. Эта необходимость ощущается особенно остро в условиях кризисной ситуации в энергетике и экономике, а также в связи с тем, что до жителей Украины начало доходить, что без виз оказался совсем не таким, каким они его себе представляли. А еще нужно чем-то отвлечь жителей от сокращения американского финансирования, ведь программу американской помощи через USAID уже сокращают на 70%. Но и заодно отвлечь их от новостей о требованиях МВФ по повышению пенсионного возраста в обмен на новые кредиты. И вот решение найдено. Украинская делегация в ПАСЭ требует снять политический скальп с председателя ПАСЭ Педро Аргамунта, которого обвиняют в том, что он на самом деле не настоящий кабальера, а засланный российский казачок. Украинская делегация в ПАСЭ требует отставки Петра Аргамунта за то, что он в сопровождении депутатов Российской Думы слетал в Сирию. По логике представителей официального Киева этот визит председателя ПАСЭ был ничем иным, как политической акции в поддержку Владимира Путина. А еще они требуют объяснить, как испанский политик оказался на борту российского самолета и кто заплатил за визит. Полагаю, что следующим шагом будет обвинение руководства ПАСЭ в коррупции и работе на КГБ. Вот бы они так коррупционеров в Раде искали, как в счетах Аргамунта копаются. А если серьезно, то мы сейчас наблюдаем неизбежные последствия успехов российской межпарламентской дипломатии. Руководство Думы в лице спикера Вячеслава Володина с самого начала работы нового созыва принялось обрабатывать руководство ПАСЭ, о чем я вам, кстати, говорил в прошлом году еще. Налаживание отношений с Педро Аргамунтом прошло так хорошо, что он и в Москве был, и в Сирию летал, и на межпарламентской ассамблее ОДКБ в Петербурге присутствовал, и так активно двигал идею возвращения российской делегации в ПАСЭ, что украинские парламентарии пришли к выводу о необходимости его срочной отставки. Ну вот они ее и требуют, утверждая, что весь мир с ними. Если смотреть на вещи объективно, можно сказать, что всему миру плевать. По большому счету, позицию украинских депутатов, которые требуют, чтобы Аргамунт сделал себе харакири, поддержала только русскоязычная редакция сайта «Голос Америки». В этом нет никакого сюрприза и никакого смысла тоже нет, потому что пока раздуть по-настоящему мощный скандал не получилось, да и вряд ли получится. О поисках председателя ПАСЭ все знали давно, и никто из этого особой проблемы не делал. Возможно, миньонам Порошенко и Коломойского, которые составляют делегацию Украины в ПАСЭ, вдвойне обидны из-за того, что до знакомства с Володиным и визитов в Москву и Дамаск Аргамунт считался проукраинским политиком, и его нынешнее поведение больно ранит нежное украинское самолюбие. Но тут ничего не поделаешь, им придется терпеть. Причем терпеть не только выходки председателя ПАСЭ, но и то, что всем этим активно пользуется российская дипломатия. Как правильно сказал председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, лучший ответ тем, кто не верит, что Россия вернется в обозримом будущем в ПАСЭ, то, что председатель ПАСЭ и его коллеги вместе с нами были в Сирии и поддержали подходы по достижению мира на многострадальной сирийской земле. Оказывается, даже присутствие делегации не обязательно для того, чтобы опосредованно влиять на европейских парламентариев. Предполагаю, что недалек тот день, когда делегация ПАСЭ приедет и в Крым пообщаться с крымчанами на тему их жизни вместе с Россией и спросить, не скучают ли они по Украине. Ответ, как вы понимаете, вполне предсказуем. А вот то, как на это отреагируют Порошенко и украинские СМИ, я даже не могу себе представить. Вот воображения не хватает. А теперь я вам коротко расскажу, почему перемога в виде отставки председателя ПАСЭ из-за претензий Украины отменяется, даже не начавшись. Дело в том, что при всем желании украинских депутатов и соответствующей поддержке американских СМИ в ПАСЭ просто не существует формальных механизмов, которым можно было бы добиться отставки Педро Аргамута за его дружбу с российскими коллегами, а также воежи в Москву и Дамаск. Миньоны Порошенко и Коломойского сами это признают и понимают, что они могут разве что использовать свои выступления, чтобы мешать ему вести заседание, блокировать трибуну и заниматься другими непотребствами, которым они научились в Раде. Но не более того. И даже если вдруг председатель будет заменен, то, скорее всего, на его место придет очередной европейский политик, который осознает, что без сотрудничества с Россией у ПАСЭ нет будущего и что с российскими депутатами нужно или договариваться, или распускать ПАСЭ на все четыре стороны. Получается, что украинскую делегацию ждет бесконечная череда разочарований и предательств. Ну и последнее. Я никак не могу отделаться от ощущения, что украинские депутаты просто завидуют председателю ПАСЭ. Деньги на поддержание украинского проекта заканчиваются, а вот перекраситься в пророссийских политиков у украинских депутатов, в отличие от Иргамута, уже не получится. Потому и не излятся. Завидуют. А еще им обидно, что председатель ПАСЭ своим поведением наглядно показал, что Россия — это часть Европы, с которой нужно договариваться при любых обстоятельствах. А Украина — это просто недоразумение, чье мнение можно смело игнорировать.